Ивановские медработники беспокойны грядущей реорганизацией многих лечебных учреждений региона. Напомним, планируется объединение Кинишемской, Завожской и Юрьевецкой центральных районных больниц и станции скорой помощи города Кинишма в одно юридическое лицо. Все они станут структурными подразделениями Кинишемской ЦРБ. С целью получить ответы на беспокоящие их вопросы, члены регионального профсоюза работников здравоохранения встретились с Михаилом Ратмановым. Многие годы пациенты, как в межрайонном центре из этих районов, и лечились в Кинишемской районной больнице. К сожалению, демографическая ситуация этих двух районов не вызывает каких-то перспектив, потому что вы, наверное, знаете, не знаете, только три муниципалитета Ивановской области имеют положительный рост. Это город Иваново, это Кохма и это Ивановский район. Долгое время отделения Кинишемской, Заволжской и Юрьевецкой больниц не соответствовали порядку оказания медпомощи. То есть при любой проверке Росздравнадзора могли быть ликвидированы совсем. Для того, чтобы сохранить профили отделений с минимальным количеством коек, какое имеется сейчас, принято решение создать удаленные койки хирургического, для примера я говорю, для примера, хирургического отделения Кинишемской центральной районной больницы. То есть в Заволжске и в Юрьевце сохранятся профильность отделений, профильность коек, но они будут иметь право существовать в составе большого отделения Кинишемской центральной районной больницы и соответствовать порядку оснащения и оказания медицинской помощи. У большой структурированной организации будет достаточно штата и оборудования, чтобы лицензировать отделения, пусть даже находящиеся от центрального отделения на внушительном расстоянии. Ни один медицинский работник сокращению не подлежит. Ни один врач, ни одна медицинская сестра, ни одна санитарка. Да, у нас станет меньше главных врачей. У нас главных врачей порядка 70 человек. Было на 2012 год, когда я заступил на должность начальника департамента. Сейчас осталось 50. В Москве с 1 января будет 40. Сокращению подлежат только работники административно-хозяйственного аппарата. И то, если не захотят переквалифицироваться. Создание Кинишемского медицинского округа позволит сэкономить на зарплате лишних бухгалтеров и прочих административных работников порядка 16 миллионов рублей в год. И все эти средства останутся внутри медучреждения. Если воплощение пилотного проекта пройдет успешно, можно будет задуматься над реорганизацией и в других районах. Но врачам, сотрудникам учреждений здравоохранения, волноваться в данной ситуации не о чем. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.